18 ноября во всех социальных сетях разлетелась информация. В Усольском районе было обнаружено бездыханное и растерзанное тело мужчины. В трагедии сразу обвинили стаю бродячих собак. Вот на этой дороге, буквально в 200 метрах от центрального входа в садоводство «Нептун», очевидцами был обнаружен пострадавший. На момент прибытия в скорой помощи мужчина еще был жив. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. О трагедии дежурной единой диспетчерской службы сразу оповестил мэр Усольского района Виталия Матюху. Есть уже предварительное заключение следования. Там говорится о том, что предположительная причина смерти – многочисленные рваные раны, волосистые части головы, нижних и верхних конечностей с большим количеством кровопотерей на фоне общего переохлаждения организма. Следователями Следственного комитета по факту обнаружения тела мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Пока следствие устанавливает истинные причины гибели мужчины, в обществе снова силой разгораются споры о бездомных собаках. Кто-то предлагает эвтаназию, другие – что необходимо строить приюты для круглогодичного пребывания четвероногих. А жители района, где произошла трагедия, видят проблему гораздо глубже. На даче разводят собак, потом дачный сезон заканчивается, уходят жить в квартиру, а собаку в квартиру уже не понесешь. Оставляют там и отпускают, чтобы на вольные хлеба, так сказать. Поэтому сами жители виноваты. Нужно кого приручил, за того и отвечаешь. За 2023 год в Усольском районе уже потратили более трех миллионов рублей на стерилизацию и передержку бездомных собак, которые мигрируют с одного района в другой. Специалисты считают, что проблему сможет решить принудительное чипирование и стерилизация всех собак без исключения. Виктор Амзакин, Сергей Коваленков. Новости сейчас.